Всем привет! Погнали дальше изучать фишки, которые можно сделать в The Brush. Что сегодня рассмотрим? Давайте рассмотрим, как работать с курвами. Что такое курвы? Давайте я вам покажу. Вот, имея, допустим, вот такую модель, не знаю, похож нет, это Дуэйн Джонс. Сейчас, захотел я на его примере показать вам, как работать с курвами. И, кстати, затронуть еще одну штукенцию, которую не показывал в прошлом видео по полигруппам. Специально оставил для этого видео, чтобы больше было информации в нем. Ну, давайте, поехали. Вот, берем мы модель, открываем, смотрим, вот такие у него группы. Такая вот сетка. Это я делал скульптурой с Альфа-6, поэтому сетка неравномерная. Можно ее в Дайна Мэш сделать одинаковой. Ну, и поехали в другом направлении. Давайте нажмем Ctrl-Shift. Нажмем вот на эту кнопку и откроем Sleek Curve. Вот он, Curve. Выравниваем нашу модель. И нажимаем опять Ctrl-Shift. И проводим вот так вот полосу. Вот мы поменяли группы. Сделали еще одну полигруппу. Давайте расскажу, как работает эта курва. А курва работает у нас вот так. Когда вы нажимаете Ctrl-Shift, зажимаете левую кнопку мыши, и вот где, вот так отводите, и где черная полоса, там и будет полигруппа. Допустим, можно вот так вот бросить, и потом провести вот так вот. Вот вы сделали две полигруппы, три. И теперь можно на любой работать. Так, ну нам нужна одна полигруппа. Оставим вот эту. Опять давайте скроем Ctrl-V. Оставим одну вот эту полигруппу нашу. И зайдем в вкладку строк. Здесь вот есть курвы. Нам нужна Curve Function. И вот эти вот данные. Отключим вот эту клавишу, полигруппы отключим. И нажмем Frame. Вот вот такая белая полоска у нас, курва получилась. Вот так она выглядит. И для чего нам это надо? Давайте теперь включим полностью нашу модель. Вот такая модель с такой курвой у нас получилась. Это нужно нам для того, чтобы вставить вот эти вот Brush. Есть у нас MM Army Curve. Вот тоже курвочка. Нажимаем на нее M. И вот такое она нам высвечивает. Нам нужен патрон. Вот мы его нажимаем. И смотрите, что будет происходить. Отключим полигруппы. Уменьшим Draw Size. И вот так вот. Кривовато получилось. Давайте повторим. Клик на курву. И вот у нас уже Дуэйн Джонс с такой повязкой с патронами. Выглядит классно. Но показать, как она устанавливается, одно. Но у всех встанет вопрос, как это все дело закрепить на модели. Что мы теперь можем сделать? Теперь мы можем нажать Ctrl-V. Выделить вот эту вот нашу фишку. Это тоже полигруппа, кстати. И вот эту вот курву. Что нам нужно сделать? Ее убрать. Жмем опять строк. Заходим, жмем Delete. Все, исчезла курва. Теперь жмем Ctrl-V. И вот, что у нас получилось. Так. Это у нас получилось. Но теперь, допустим, нужно сделать вот из этой нашей курвы SubTool. Можно его, конечно, вписать. Ну, сделаем. И нажмем Make Polymesh. Вот мы объединили. Вот полностью теперь привязка к нашей модели. Можно, конечно, это все разъединить. В прошлых видео я показывал разбить вот эту модель на несколько SubTool. Что делается это, жмем, заходим в SubTool и жмем Grow Split. Вот эту я вам уже показывал клавишу. Что она делает? Она разбивает нашу модель по SubTool. Вот теперь у нас получается здесь SubTool. SubTool само крепление патронов и SubTool самих патронов с самим Дуэйн Джонсом. Вот такая модель у нас получилась после изменения световых эффектов. На эту тему тоже есть видео. Смотрите, изучайте. Сейчас я вам еще покажу, как работает эта курва. Как она крепится. Что можно с ней сделать. Вот такая модель. И теперь давайте посмотрим, как вообще крепится. Можно с чего же начать. Давайте возьмем сферу. Вот, допустим, у нас модель. Отключим давайте наши патроны. И теперь давайте добавим Append и добавим сферу. Давайте теперь ее уменьшим. Вот такая сфера маленькая у нас получается. Давайте откроем Дуэйн Джонса. И теперь, допустим... Так. И теперь переключимся на сферу. И вот так вот заведем в него. Теперь давайте включим функцию прозрачности. Вот он. Сфера заходит, выходит. Для чего это делается? Это вот, когда вы его вставляете, эту сферу, курва крепится именно к чему-то. К модели или, допустим, к сфере. Выбрав, допустим, курву. Ну, какую. Их очень много, этих курв. Вот вы видите разных. Я вам покажу кое-какие. Вот мы открыли, допустим. И что мы делаем? Сейчас я отключу модель. Приближу ближе. И вот такая курва у нас. Вот так вы проводите. Вот получается такой у нас шланг. его можно делать, как хотите. Но для чего я это вам показываю? Чтобы вот такая выходит курва из нашего Дуэйн Джонса. Можно вот так вот рисовать, что-то добавлять, потом ее откреплять, относить. Но сначала надо ее прицепить, чтобы она работала от, вот можно, от модели. Можно, если вы модель не задействуете, можно работать только, допустим, от сферы. Вот вы, вот так вот можете перемещать ее. Давайте рассмотрим еще, какие есть курвы. Вот так вот работают курвы. Вот они на плане остаются. Давайте, допустим, рассмотрим уже известную нам курву. Это пуговицы. Как переключаться между ними, это клавиша М. И вот их тут очень много. Можно использовать в наших там работах, технике. Вот так можно и регулировать. Можно сделать вот такую. Потом можно работать мов, вытягивать вот так. Можно ее работать ротацией. Ну, она должна привязана быть к модели какой-то. Просто, если взять, модель не может работать, если она не привязана, допустим, вот, к цилиндру, допустим. Делаем дивайдов там побольше. вот так вот все. И можно работать вот в принципе вот так вот. Вот можно ее объединить. контрол и два раза снять выделение с модели. Вот будет общая модель. С этим разобрались. Также можно разбить их по саптулам. Кнопку я вам уже объяснял. Ну, в принципе, я думаю, тема раскрыта. Все, до свидания. Всем пока. Пока.